Продолжение следует... В Ивано-Франковске бастовать вышло несколько тысяч человек. Некоторые учреждения на час закрыли двери, однако большинство работало в обычном режиме. Страйк нужен для того, чтобы показать всей Украине, что мы поддерживаем сейчас теперешние протесты. Страйк! 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 Около часа помитинговали и несколько тысяч львовян, в основном студенты и частные предприниматели. Мета акции – переверить готовность граждан, долучаться до акций протеста, а не только спостерегать по телебачению. А вот на Востоке, как не просили ударовцы-земляков, те к акции так и не присоединились. Говорили о том, что они не могут покинуть своего места, потому что могут попасть сразу под административное давление. Лучше работать, чем ходить и делать людям пакушки. В Днепропетровске тоже все работали. Надо работать, уже кушать надо. Детей надо обучать. Присоединился к забастовке оппозиционный Черноморский телеканал в Крыму. Час в эфире показывали «Лебединое озеро». Как раз на этот период с 12 по 13.00 мы не назначали никаких съемок, нам никаких указаний не было. В Киеве, кроме партийного шествия, устроили еще и флешмоб. Несколько активистов нарисовали символы разных профессий и разорвали их. Для того, чтобы показать, что сейчас все символично, а следующий шаг будет более фактический. То есть мы не будем выходить на работу и показывать свою громадскую позицию. Работники соседних офисов и торговых центров за действием наблюдали, но забастовку проигнорировали. Каким образом может сейчас повлиять закрытие конкретной торговой точки на общую национальную тенденцию развития, для себя не вижу. Роман Сухан, Владимир Телюк, Наталья Фармус, Александр Махов. События.